Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Как пишут неузнаваемо, Алексей Серебряков, актер, появился на людях. Уже была одна фотография его совершенно изменившегося. Вроде писали в СМИ, что у него проблемы с алкоголем, алкоголь-то покурение вредит здоровью. Но вот здесь на данном фото, конечно, он больше похож на себя, но тоже очень постаревший, очень изменившийся. Поговаривали, что когда он вернулся из Канады, он же воспевал там жизнь в Канаде, что там все замечательно, у нас здесь национальная идея, это хамство, быдло там и так далее. Вы знаете, ну какой ты, то ты, собственно говоря, вокруг себя и видишь, и замечаешь. У нас огромное количество замечательнейших, достойнейших, очень развитых людей, понимаете. Но если Серебряков воспевал жизнь в Канаде, что он тогда не живет там? Нет, он приехал сюда и, собственно говоря, естественно, здесь платят, здесь приглашают играть. Пожалуйста, сейчас елки вышли без Урганта и без Светлакова. Зато там есть Серебряков. Я, правда, не знаю, как он там впишется, но зарабатывает. А там он сидел уже без работы, без дела. То есть, опять-таки, в открытую человек сказал в интервью о том, что Россия для него это быдлятина, а там в Канаде хорошо, и он детей туда поэтому вывез. А сам там посидев и никому он там не нужен абсолютно, приехал здесь и зарабатывает денежки. Приспокойно зарабатывает. И сейчас в новогодние праздники люди пойдут смотреть фильмы или будут смотреть, там, я не знаю, где их будут показывать, по телевизору или в кинотеатре. Фильмы с человеком, который фактически сказал, что Россия это быдлятина и хамство, и национальная идея это просто хамство и быдло. Вот и все. Ну, как такое может быть, я просто не понимаю. И, ну, сказал ты, что в Канаде хорошо, уехал ты. Так ты живи там тогда. А Россия для тебя прилавок получается? Ты приехал здесь, деньги заработал, потому что здесь ты востребованный актер? Ну, так тогда хоть не хай Россию, а скажи спасибо огромное. А, значит, тем людям, которые обеспечивают возможность тебе работать. Потому что любые, даже частные проекты, которые снимают, да, фильм, например, снят на частные деньги и на бюджетные. Кто их смотреть-то будет, этот фильм? Люди. Люди. Это быдло, как ты говорил, и будут смотреть этот фильм. И в зависимости от того, сколько людей посмотрит, будет считаться фильм успешным или неуспешным. Прокат успешным или неуспешным. Доход успешный или неуспешный. Соответственно, и ты, как актер, будешь успешным или неуспешным. Так ты, получается, как? Обхаял людей российских. А сейчас, получается, на них деньги зарабатываешь? Не знаю, друзья, не понимаю этого. Что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, я напоминаю, что по-настоящему важная и актуальная новость для нас всех на сегодняшний день. Это, естественно, события в сопредельном государстве. Особо чувствительное направление для Манхерсон. Мои ролики на все-социальные и политические темы. Все это в моем телеграм-канале Будда Гришна Новости. Друзья, и здесь на YouTube есть канал. Он тоже называется Будда Гришна Новости. Если он резервный, запасной, подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.